Карачаево-Черкесия, телеканале Россия 1. Добрый вечер, это горячая линия, мы в прямом эфире. Сегодня мы расскажем о том, как избавиться от долгов по ЖКХ и по кредитам, и научим, как получать большие кредиты под меньшие ставки. Начинаем, поехали. В последнее время в Карачаево-Черкесии, да и по всей России появилось очень много объявлений, особенно в подъездах, избавим от всех долгов, кредитов, и в большинстве случаев это носит мошеннический характер. Но сегодня мы пригласили в студию человека, который не стесняется списывать долги, потому что не считает себя мошенником, и при этом, смотря в глаза полицейским, может рассказать, как это на законных основаниях избавить. Встречайте Расула Халкечева. Здравствуйте, Расул. Скажите, пожалуйста, кого вы представляете? Это собрание юристов, или вы отдельно сам по себе, или вы самозанятый юрист, который списывает долги? Добрый вечер, Руслан. Я представляю фирму Правовой Центр Кодекс Чести. Мы в основном профилируемся конкретно на банкротствах физических лиц. То есть это не частники, не кто-либо, это конкретная фирма. Спасибо. Ну, сейчас вот расскажешь, как сделать. Я представляю наших экспертов. Эмир Булатов, капитан полиции. Рядом с ним сидит Ирина Пьешкова, старший лейтенант полиции. Лариса Байчорова, лейтенант внутренней службы. Далее у нас банкир Курман Ижаев, Амин Агачаева и Николай Петрович Суслов. Ну вот, наши гости с погонами. Я прошу вас рассказать о том, какие службы структуры вы представляете, потому что они у вас очень грозные и длинные. Лучше сами вы об этом расскажите. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Балат Афимир. Я оперуполномоченный отдел по борьбе с организованной преступностью в управлении уголовного розыска Карачаево-Черкесской республики. Ирина. Добрый вечер. Приветствую всех присутствующих. И я хочу представиться. Я являюсь оперуполномоченным центром по противодействию экстремизму МВД Покарачаево-Черкесской республики. Добрый вечер. Меня зовут Лариса. Я заместитель начальника отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества дожняков управления и федеральной службы судебных приставов Покарачаево-Черкесской республики. Спасибо большое. Ну и банкирам особо-то представляться не нужно, потому что они просто банкиры, которые сегодня расскажут о том, как получить хороший выгодный кредит или, может быть, избавиться от своих долгов. А наша редакторская группа работает, получает в режиме реального времени звонки. Звоните нам. Телефоны указаны внизу ваших телевизоров. Смотрите внимательнее. И сейчас, пока идут звонки, мы уходим на рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Легко. ПСБ. Банк сильных людей. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберленд. Миру сыр. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру. Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это горячая линия на телеканале «Россия.День». Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам, задавайте вопросы. Вот из курорта Тиберда нам накануне эфира позвонила Заера Байчурова. И она жалуется, что куда бы она ни ходила, в какие-либо банки ей кредиты не дают. И при этом она очень сильно злится, что банки ей не говорят, почему ей отказывают. Может быть, если бы она знала бы причину, то исправила бы, пришла бы так в банк. Скажите, пожалуйста. Причин отказов очень много. Допустим, в первую очередь, это самая распространенная, это испорченная кредитная история. Кто-то когда-то что-то брал, это не имеет значения, что обязательно нужно прийти оформить большой кредит. Если технику оформляли, даже в займах, там те же 5-3 тысяч, в любом случае, если допускаете просрочки, то кредитная история уже портится. Следом, один из тоже таких распространенных отказов, это задолженности. Допустим, перед тем, как обратиться в банк, подать заявку, советую зайти на сайт ФССП, собить ваши данные и проверить, есть ли у вас там задолженность. Если имеется какое-либо взыскание, несмотря на то, что сумма не имеет значения, те же штрафы 500 рублей или какие-то налоги 100 рублей, 50 рублей, если вот это взыскание висит на ваше имя, в данном случае тоже идут отказы. Как я уже сказал, причин очень много, всех перечислить практически невозможно. Так что очень влияет на отказ задолженности по сим-картам. Допустим, есть скоринговый балл, бывает причина отказа по скоринговому баллу, что может входить туда, вот то, что я говорю, сим-карты, которые оформлены на вас, то, что вы пользуетесь там обещанными платежами, то, что вы постоянно уходите в минус. Может быть, на вас оформлена там какая-либо другая сим-карта, про которую вы вообще забыли, давно не пользуетесь. Необходимо также обратиться к операторам сотовой связи, посмотреть, что на вас оформлено. Если даже вы не пользуетесь там этими сим-картами, внести там, если какие-либо долги имеются, и полностью списать себя, чтобы эти сим-карты за вами не числились. Ну, вот получается, что если даже долги по сим-картам, пусть даже 100 рублей, очень редко сотовоператору службы судебных приставов прощается, обычно передают коллекторам. А вот, Лариса, скажите, пожалуйста, если в службу судебных приставов попало какое-то дело о взыскании, пусть даже 500 рублей штраф ГИБДД или там какие-либо долги по коммуналке, если человек решил все-таки встать на праведный путь, погасить все долги, как это быстро все происходит? Ну, служба судебных приставов, судебные приставы-исполнители возбуждают исполнительные производства только на основании судебных решений, актов полномоченных органов, ну, то есть на основе правовых документов. После того, как приставы возбуждают производство, они дают должнику 5 дней для добровольного исполнения. В случае, если в течение этих 5 дней для добровольного исполнения должником не погашаются, требования исполнительного документа не исполняются, приставы применяют меры принудительного исполнения. Если в ходе применения мер принудительного исполнения должником все-таки погашена сумма долга, то данная информация, информация о погашении задолженности отражается в банке данных исполнительных производств. В течение 3-х или 7-ми дней происходит обновление банка данных, и с сайта этот человек, как должник, уже уйдет. Там будет видно, что погашена эта задолженность. Если, как вы говорите, клиент погасил задолженность, пытается после этого обратиться в банк для подачи заявки, то в любом случае необходимо подождать 3 месяца, пока обновится бюро кредитных историй. То есть, получается, после того, как расплатишься судебными приставами, к вам бежать не надо? Нет, лучше подождать. Магомед Семенов из ТРЗ спрашивает. Говорит, не секрет, что в последние 10 лет очень много налево-направо раздавалось кредитов, как из рога изобилия. И люди нигде не работают, ездят на камрюхах, как он говорит, покупают себе, устраивают пышные свадьбы, покупают недвижимость. И такое чувство, что они никогда не платят по кредитам и не собираются. И вот он хочет обратиться к вопросам правоохранительным органам. Вообще у нас в республике кто-нибудь занимается розыском таких, кто-нибудь жалуется, может быть, банкиры жалуются вам о том, что кто-то не гасит кредиты и мошенничеством занимается. Или все так, все спокойно, можешь брать и не возвращать. Ну нет, не все спокойно. Хотелось бы добавить, что любая информация при получении кредита, в первую очередь, банкам нам предоставляется. Если у них есть какие-то подозрения, что человек получил мошенническим путем, путем подлога каких-то документов, каких-то сведений, кредит, то эта информация направляется нам и она, естественно, проверяется. В ходе проверки этой информации, если у нас подтверждается, что кредит был получен мошенническим путем, то есть в ходе той же поддельной справки 2 НДФЛ и так далее, возбуждается уголовное дело, естественно, привлекаются все участники этой схемы. Бывали зачастую, что не зачастую, но бывали, когда привлекались сотрудники банка, которые в сговоре с людьми, получившими кредит, пропускали эти кредитные документы. Просто на сегодняшний день, если даже раньше допускалось, лет 5 назад все это, на сегодняшний день Банком России утверждено положение, насколько мне известно, электронного взаимодействия. То есть все более прозрачно, очень тяжело стало предоставлять какие-либо документы, которые не перепроверятся или еще что-либо. Но не надо грядить мечтами, что я сейчас все предоставлю, а ответственность за это не понесу. Такого не будет. То есть несут ответственность? Конечно, несут ответственность. Конечно, привлекаются к уголовной ответственности люди, которые и получили кредиты, и нецелевое использование этих кредитных средств. То есть вся эта информация проверяется, назначаются экспертизы. На основании этих экспертиз делаются какие-то выводы, дела передаются в суд, и, естественно, все проходят так, как есть. Просто понимаете, в чем дело? Не все же бегут в полицию рассказать о том, что вот он там незаконно получил. То есть это кропотливый труд, работа, анализ этой всей информации. Скажите, пожалуйста, вы сами ищете таких, давай назовем, клиентов ваших, которые не платят по кредитам, чтобы у вас была работа, или все-таки банки вам жалуются? Не, не то чтобы у нас была работа, это просто незаконные действия. На незаконные действия мы обязаны реагировать. А как они выглядят? Ну, поступает различная оперативная информация из источников, допустим, из тех же банков. Они предоставляют официальные письма, просим проверить вот эти документы на подлинность и так далее. Потому что банк не может провести экспертизу там. А у нас это все в рамках материала проводится. Спасибо большое. По подделкам документов мы сейчас пройдемся, тоже вопросов есть. Медсестра из Карачаевска, просит называть ее имя, позвонила нам и сказала, она брала кредит, почти 1 миллион рублей, чтобы выдать дочь замуж. И дочь уже развелась, и кредит не может погасить, потому что она где-то слышала, что во время пандемии все кредиты гасятся. И вот сейчас ее зарплата абсолютно не хватает на то, чтобы гасить эти деньги. И вот она говорит, может ли ваш гость помочь избавиться от этих кредитов? Есть ли у меня вообще шанс это сделать? Или я всю жизнь буду платить? Нет, почему? Нужно смотреть, что у нее случилось и как так получилось, что ее зарплата не хватает на ее кредит. Если на нее, грубо говоря, оформлено имущество, в первую очередь имущество будет реализовано банком. Если же действительно она получила... А если это единственное жилье? Единственное жилье никто не трогает, не имеет права, кроме ипотечного. По пленуму Верховного суда от 2016 года ипотечное жилье уже, к сожалению, тоже реализуют. И опять-таки нужно смотреть в первую очередь, как этот человек получил кредит, для чего, зачем и как так получилось, что этот человек на данный момент не может его выплачивать. Если там прозрачно, если там, грубо говоря, нет работы для наших гостей, то проблем никаких нет. Ну какие могут быть проблемы? Она пошла в банк, ей дали миллион рублей, потратила на свадьбу. На свадьбу можно тратить кредиты? На свадьбу зачем тратить кредит, если ты не можешь его оплачивать? Вопрос ответный. Если это не целевой кредит, то, соответственно, могут потратить на что угодно. Это не проверяется, не имеет значения. Если это потребительский кредит. Да, не целевой. То есть уже у нее греха нету, что она потратила на свадьбу и имела на это право. На ней ни в коем случае греха нету. То есть она потратила. Но опять-таки нужно смотреть, почему на основании чего банк выдает кредит, превышающий, где платеж, превышает ее зарплату. Вот вопрос уже встает к банкам. А в данном случае к человеку... Это не совсем вопрос к банку. Допустим, вот сказали, медсестра работает. Сейчас во время пандемии выплачивает ковидные. Соответственно, за этот период банк рассматривает доход за последние полгода. За этот период у нее доход вырос, и вот эти ковидные выплаты перестали выплачивать. Соответственно, у нее доход уже снизился. И поэтому она не платежеспособна, не может уже на свой основной доход выплачивать этот кредит. Я вам скажу так, так как вот с 1 января по сегодняшний день именно в суды мы направили более 80 дел, не считая всех остальных. По объему я могу делать, я думаю, что анализ. Очень много клиентов у нас, у которых зарплаты не хватает для ежемесячных платежей. И это касается не только медсестер и медработников. И банки выдавали им кредиты. В последующем банки жалуются о том, что много людей сейчас банкротится. Но, естественно, они будут банкротиться, если у них зарплаты не хватает на их жизнь. А кому нужна помощь, они могут обратиться, мы рассмотрим. Если там все чисто, то мы им поможем. Также хочу здесь добавить, допустим, в некоторых банках спрашивают, имеете ли вы дополнительный доход. Но человек может сказать да, но это как бы не проверяется. Где-то проверяется, где-то в обязательном случае нужно предоставить справки о своих доходах, а где-то нет. И, соответственно, если у него спросили, имеете ли вы дополнительный доход, он сказал да, имею там тысяч 30. Вот и уже у него как бы доход считается больше. Ну, у банков есть полный доступ элементарно по тем же самым карточкам смотреть, какой у человека был оборот по банковской карте. И понимаете, тут получается, знаете как, ну, мы дали, человек сказал, мы дали. Вы же не даете всем подряд. То же самое, только что обращались, то, что у человека кредитная история, как я понял, нету, да, который обращался, то, что ему не дают кредит. А получается так, то, что человек пришел с другой стороны, это, ну, на мой взгляд, двояко получается. Человек пришел, говорит, у меня есть доп. доход, и вы ему даете. Ну, смотрите, то, что вы говорите там по карте, банки должны видеть. Хорошо. Допустим, зарплата поступает там два раза в месяц, там определенная сумма. И, соответственно, этому человеку от разных клиентов, ну, поступают разные суммы денег, 5 тысяч, 10 тысяч. Он же может сказать, что это вот его дополнительный доход? Нет. Почему? Я дополнительный доход, вот, мое мнение, и большинство специалистов, которые сошлись, дополнительным доходом считается только тогда, когда, грубо говоря, в определенную дату определенная сумма капает на карту. И оплачиваем налоги. Оплачиваем налоги обязательно. А вот это дополнительный доход. А когда, извините меня, первого числа 5 тысяч упало, на следующий месяц 20-го числа 2 тысячи, это не может быть дополнительным доходом. Ну, с точки зрения данного, так и получается. Но если человек там дома, грубо говоря, что-то выпекает, продает, там сегодня он продал на определенную сумму, после завтра на определенную, это не считается его дополнительным доходом? Нет. Тогда он должен зарегистрироваться как самозанятый. Так, давайте в этот спор включим вопрос. Фатима Хубиева из Зеленчука позвонила и говорит, мне 70 лет, у меня хорошая кредитная история. Я клиент одного банка, не будем называть, оплачиваю исправно, но по семейным обстоятельствам хотел бы отложить выплату кредита. Возможно ли это куда нужно обратиться, Николай Петрович? Пенсионерки, это все-таки ваши клиенты. Ну да. Но на самом деле, если она хочет отложить, банк не предусматривает вот такое. Мы действуем в соответствии с договором. В договоре мы не прописываем оплату 3-5 месяцев. Мы будем начислять проценты, пени. И в данном случае пожелания пенсионера исполнить не сможем. А вообще до какого возраста в Карачао-Черкесии пенсионеров кредитуют? У каждого банка своя кредитная политика. Каждый банк вырабатывает свой возраст. В нашем банке до 65 лет дата окончания последнего платежа. То есть, получается, вы рекомендуете Фатиме все-таки доплатить кредит и потом уже заниматься семейными делами? Конечно. Вот Мурат Хачаров спрашивает. Говорит, вот он слышал, что в последнее время начали блокировать карточки, типа финмониторинг это делает. И говорит, не является ли это причиной того, что потом откажут кредит. Так, давайте сначала разберемся по блокировкам карт. И одна из самых экзотических блокировок – это блокировка по статье «Экстремизм, причастность к терроризму», то есть 115-й федеральный закон. Вот, Ирина, скажите, пожалуйста, много ли у нас жителей Карачао-Черкесии попали такие черные списки? Ну, прежде чем сказать о количестве жителей, наверное, стоит сказать о том, почему вообще они туда попадают. Во-первых, первая причина, по которой попадают в так называемые черные списки Росфинмониторинга – это либо подозрение в совершении преступления экстремистской направленности, либо террористического характера, либо уже подтвердившийся факт. То есть предварительное расследование окончено, дело направлено в суд, есть приговор суда о назначении наказания человеку, совершившему преступление экстремистской направленности, либо террористического характера. Есть такая процедура, которая предусмотрена, во-первых, как вы уже называли федеральным законом 115-м, называется данный федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе путем финансирования терроризма, противодействия финансированию. И существует постановление правительства 804, которое регламентирует порядок формирования этих перечней – лиц физических, либо индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, о которых существует сведение об их причастности к экстремистской деятельности. То есть основная причина попадания в эти списки – это, скажем так, причастность человека к экстремистской деятельности. Получается, вот давайте, допустим, собирают деньги на какую-то благотворительность, может быть, ребенку на операцию или там еще на непонятно какое-то благотворительное строительство. Если даже отправлю туда 100 рублей, получается, я становлюсь вашим клиентом, если там реально деньги собирают террористы. Но это немножко уже как бы в другую степень ушли постепенно. Вы же не заблокируете шкарту, если моя причастность? Нет, блокировки не будет по одной простой причине. Блокировка наступает в том случае, когда конкретное лицо подозревается в совершении преступления. Для того, чтобы подозревать лицо в совершении преступления, как минимум, какой-то состав преступления должен быть у человека. То есть, говоря уже о финансировании терроризма, об этих колодцах, о которых все говорят, сборы денег, здесь немножко другое. И, в принципе, по данной категории уголовных дел всегда необходимо устанавливать умысел. То есть, лицо, которое совершило, допустим, те же платежи, но перечислил он там 100 рублей, например, на помощь. Действительно, возможно, человек искренне хотел помочь ребенку, детям, кому-то, кто нуждается. В его действиях не было умысла на совершение преступления. А давайте так сделаем. Ну, допустим, в интернете был сбор благотворительности, а нет. Ну, товарищ какой-нибудь знакомый сидит в Турции и говорит, ну, причинить там мне деньги нужные и все прочее. Ты отправляешь деньги, а он там оказывается у вас либо в розыске, либо подозреваемый, либо еще что-то. Если я отправляю такому человеку деньги, я могу бы стать вашим клиентом? Как минимум, вас опросят в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во время опроса и подозревания, когда подозрения в отношении меня идут, мои карточки могут заблокировать? Нет. Нет оснований. Понимаете, опрос — это не значит, что вас подозревают. Опрос — это делается для того, чтобы установить истину по делу. Либо это в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в рамках уже предварительного расследования уже будут допрашивать, уже в рамках возбужденного уголовного дела. То есть то, что человека, допустим, человек перечислил там 100 рублей, да, те же, его позвали сотрудники нашего центра, по-другому не назовешь это, приглашение, да, для того, чтобы побеседовать, опросить человека. И в ходе этого опроса человеку ничего не предъявляется, всего лишь устанавливается факт того, знал ли он, был ли у него умысел на совершении какого-либо преступления, связанного с финансированием терроризма. Знал ли он вообще, куда он направляет эти деньги? Если он, как бы, человек говорит о том, что, ну, я направил 100 рублей, да, умысел был совершенно иной, я действительно хотел искренне помочь ребенку, то, безусловно, ну, мы, как бы, ну, наша задача не кого-то наказать, а прежде всего добраться до объективной истины. То есть никто никого не будет преследовать. Но блокировка карт происходит по решению суда или во время уголовного дела? Да, касаемо блокировки карты, опять-таки, ссылаясь на тот федеральный закон, в случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, который еще подозревается в совершении преступления экстремистской направленности, либо террористического характера, у следователя, у органов предварительного расследования есть порядка двух недель на то, чтобы уведомить органы финансового мониторинга, в частности, Росфинмониторинг. Это называется, опять-таки, да, уведомлением. То есть органы предварительного расследования уведомляют, что в отношении определенного лица есть информация о его возможной причастности к противоправной деятельности экстремистской направленности. И банк от греха подальше начинает блокировать. И банк уже по соответствующему требованию Росфинмониторинга, соответственно, и по решению суда блокирует счет этого человека. Много у нас таких товарищей? Ну, посмотрите, вот если, как мы можем рассчитать вот это количество? За два года, за 19-20 год, возьмем преступления террористического характера экстремистской направленности. Всего на территории Карачао-Черкесии было возбуждено 74 уголовных дела. Это за два года. Из них проходило 55 человек. То есть привлечены к уголовной ответственности 55 человек. Это с учетом многоэпизодности. То есть в действиях одного человека может быть несколько составов преступления. Поэтому получается, что на одного человека может быть возбуждено несколько уголовных дел. С учетом этого 74 уголовных дел, 55 лиц было привлечено к ответственности. И учитывая это, 55 лиц — это те лица, у которых были заблокированы счета. И у которых нет карточек. У которых, получается, да. А на всю жизнь это блокируют? Или есть какой-то срок давности, 10 лет? Конечно, да. То есть, смотрите, вот человек, вынесли ему приговор, да, он отбыл свой срок, тот, который предусмотрен законом. Оснований дальше блокировать его карту нет, потому что он, все, что нужно, все, что требовалось по закону, было сделано. А если не условный срок был? То есть, момент истечения условного срока, то есть, он отбыл наказание, он чист уже перед законом. Другое дело, что перед, скажем так, моральную сторону мы не затрагиваем. Да, он останется человеком с судимостью по террористической статье, например. Но с точки зрения закона он отбыл наказание, судимость с него снимается, и, соответственно, дальше ограничивать его доступ к его счетам нет никакого смысла. Спасибо большое. Очень жизнерадостный, веселый вопрос прислала Зухра Буташеву из Учки Кены, наверное, это вопрос года будет. Ни я, ни мой муж, ни моя дочь, ни сын, никто не может получить кредиты, а денег очень хочется. И вот, скажите, пожалуйста, если мой сын женится на сотруднице банка, может ли она под воздействием любовных чар выдать кредит? Амина, ну скажите, пожалуйста. Ах, если бы, если бы зависело все от нас, от банковских работников, которые здесь сидят, ну, конечно же, все зависит как бы от клиентов, если с полным пакетом документов они приходят. А может быть к вам не с пакетом документов надо прийти, с пакетом шампанского, конфеты, все прочее? Все не от этого зависит. Не мы выносим решение, не девочка на фронтере решает, это все решает. Ну вот от девочки, вот к вам приходит человек, от вас что зависит? Мы принимаем документы, консультируем клиентов и все. И если уже одобряют, то в этом выдаем. То есть не мы решаем, как бы, этот вопрос, но если бы, возможно, если он очарует девочку, девочка может стоять на себя кредит, подарить его. А потом за ним придут сотрудники. Да, потом за ним придут сотрудники. Так, Борис Дементьевич из Черкеска спрашивает. Я полковник запаса, мои документы были во многих организациях, в паспортном столе, военкомате, везде нужны ксерокопии. Могут ли по моим документам взять кредит? Ну, давайте сначала банкиры пусть скажут. Могут ли? Ну, если ситуация, что по каким-то документам сотрудник банка выдал кредит, сотрудник, как минимум, совершает преступление. Значит, отсутствует человек, он что-то делает, зачисляет на какой-то счет деньги. И человек, который в банке сидит на фронте, он будет участником или единоличным, или в какой-то схеме будет участвовать. Ну, то есть, теоретически, наверное, это возможно. И, наверное, теоретически в каких-то банках, в Тире Шарашкиных конторах. То есть, серьезных банков. Да, да. Ну, просто, во-первых, человек, который попал в банк, он сам для себя рискует, что, значит, попадет в правоохранительные органы, значит, испортит себе как минимум жизнь, значит, где-то в нормальную организацию. Ну, давайте, Вамира, спросим, были такие случаи? Да, прецедентов было достаточное количество. Но, если честно, больше связаны были с микрофинансовыми займами, потому что там проверка менее жестока, допустим, чем у банков. Люди приносили документы с копами, проводили через эти программы, получали кредиты на людей, которые даже не знают, что на них есть кредиты. То есть, нам поступали очень большое количество, в один период было большое количество заявлений по этому поводу. Естественно, мы это все выявляли, привлекались и сотрудники вот этих микрофинансовых организаций. Были прецеденты и больших банков, но и единичные такие случаи. Опять же, в ходе проверки устанавливалось, кто делал, кто подавал документы, кто принимал эти документы. И в ходе возбужденного уголовного дела все были привлечены к уголовной ответственности. То есть, этот момент контролируется, потому что тут человеческий фактор, есть люди, которых легко установить, легко привлечь к уголовной ответственности. Это не происходит бесконтактно. То есть, должен определенно быть умысел и у сотрудника банка, и у человека, который подает эти документы. Ну, вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, оформили микрозайм, попало в поле зрения вас, долг-то висит. Ждать, когда его погасят те, кто сядет или, может быть, условно срок будет. Что делать людям, если, допустим, по микрозаймам или по другим вот такая вот ситуация произошла? В данном случае уже обращаться за процедурой банкротства, потому что банки ни в коем случае не хотят признавать то, что да, они не отрицают, да, действительно, люди проходят по уголовному делу, да, там, в последующем даже суд многих обязывает оплатить данные кредиты. По 5 копеек в месяц. Ну, да, они уезжают в места не столь отдаленные, и что они там будут платить? А человеку нечем платить. Здесь уже применяется процедура банкротства. Фатима Каитова, Фатима Тумаровна, село ТРЗ. Без решения суда приставы имеют ли право удерживать пенсию? И вот она рассказывает свою историю. В Кисловодске взяла микрозайм, микрофинансовая организация, 4 тысячи рублей, не смогла заплатить, выросли проценты. Приставы имеют ли право без решения суда удерживать? И вот брат инвалид, 70 лет, ему взял кредит тоже в одном из крупных банков в 2013 году. Мы заплатили 61 тысячу, квитанции на руках, но сейчас говорят, что у нас долг 21 тысячу вырос до размера. 108 тысяч рублей банк перепродал наш кредит в город Георгиевск, в Сбербанке долгов. Нет, как узнать номер нашего кредитора, коллектора и организации? Давайте сначала на первый вопрос ответим. Может ли судебные приставы без решения суда взыскивать долги по микрофинансовым организациям? Или все-таки там решения суда бывают? Нет, конечно же нет. Служба судебных приставов, вообще судебные приставы исполнители, возбуждают исполнительное производство и применяют меры принудительного исполнения только на основании судебных решений, актов полномоченных органов. Вот я сейчас чувствую, что Фатима какая-то скажет, а я не видел это решение суда, нигде не расписывалось. Что касается кредитов, банки могут обращаться в суды, просуживать непогашенную задолженность и предъявлять нам службу судебных приставов. То есть, получается, если она не видела решение суда, то это пусть обращается в банк или в суд? Конечно. Банк как взыскатель может предъявить исполнительные документы, выданные судом. Нет, она обязана, получается, в первую очередь посмотреть на основании чего приставы заблокировали ее счета и снимают с ее пенсии денежку. В большинстве случаев, ты правильно подметил, Руслан, бывает такое, что судебный приказ вынесен, человек его в глаза не видел, а тут с пенсией удерживают. В данном случае разобраться очень легко, отменяясь судебные приказы, начинается разбирательство, заново слушание уже обязательно с присутствием. В любом случае это решение суда. Да, уже в последующем, да, приставы ни в коем случае не имеют права, но выносится приказ в судеб. А вот что делать брату-инвалиду, который в 2013 году взял деньги и оплатил вроде бы, и квитанции имеет, и теперь у коллекторов это? Судиться, судиться с банком, к сожалению, у нас нету представителя. А может легче обанкротиться? За 100 тысяч, Руслан, зачем? Если там он полностью действительно оплатил свой долг. Вы понимаете, суд, то это же долго, а банкротство до 500 тысяч рублей вроде бесплатно, и вы вроде бы даже и помогаете бесплатно. Да, безусловно, по упрощенному банкротству я не понимаю людей, которые за это начинают брать деньги, к сожалению, таких много и юристов, и адвокатов, потому что государство это сделало бесплатно. Но тут в первую очередь нужна справка уже от Федеральной службы судебных приставов, акта о невозможности взыскания. Без этого, к сожалению, не делается упрощенное банкротство. Если возможно взять акт о Федеральной службе судебных приставов, в последующем собрать остальные документы, мы помогаем, вопросов никаких нет, и мы это делаем бесплатно. Ну, таких вот мало. Обычно пишут объявления за 6 тысяч рублей в месяц в течение полгода, мы вам поможем и так далее. Стоит ли им вообще платить? Я считаю... Вот давайте вопрос будет сейчас МВД и вам. Лично вы в вашей среде профессиональной встречаетесь с оборотнями банкротствами? Безусловно. Планкротчиками. К сожалению, да. Вот какой их портрет, на что человеку не надо, на что внимание надо обратить, чтобы не попасться? К сожалению, знаете, такие люди очень ловко манипулируют людьми, такие псевдоспециалисты. Ну как, что они говорят? Вот изобразите себя мошенника, да, вот. Я не могу из себя мошенника изобразить. Ну вот в роль войдите, а что людям говорят, что они начнут иметь? Я сталкивался с людьми, которые в свою очередь столкнулись с такими людьми, потом приходилось это все исправлять. Они им рассказывают истории сказочные, то, что они по щелчку пальца сейчас их обанкротят, даже не обращаясь в суд. Или там пойдут в местное управление судебных присталов и вопрос решат, как они любят говорить. Сейчас вопрос решим. Но, к сожалению, они идут к судебным присталам, понимают то, что там судебные приказы, отменили судебный приказ. Человек дальше продолжает эти 6 тысяч рублей в месяц платить в надежде, что с него списали все-таки этот кредит. А через время оказывается, что выносится уже судебное решение. Так, давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, были в Карачао-Черкесии случаи, вот как вот такой товарищ списывает долги, но все-таки обманул людей? Были, конечно. Людей подкупало то, что они там за маленькую сумму решат все свои проблемы, которые накопили там за годы неплатежеспособности, да, к примеру. Поэтому, естественно, эти люди манипуляции тоже своего рода бошенники, я бы назвал, по-другому не назову, когда они обещают выполнить какие-либо условия, но условий никаких не выполняют, просто требуют денежные средства. Естественно, люди обращаются с заявлением о том, что их тут обманули, там обманули, и опять нам приходится и тут разбираться, и там разбираться, и тех искать, и этих искать. Когда приглашаем юристов, юристы говорят, да мы пытались, да мы могли, но не получилось, но опять же так же не бывает. Если человека вводят изначально в заблуждение и умысел, чтобы забрать у него последние денежные средства, то это уже бошенничество в любом случае. То есть они преднамеренно обманывают людей, преднамеренно забирают у них денежные средства, в ходе следствия это все устанавливается, и люди привлекаются к уголовной ответственности. Но вы можете дать совет, допустим, если у подъезда висит объявление, спишу все кредиты, долги, можно ли верить этим товарищам? Вообще верить в принципе, я думаю, ничему уже нельзя, потому что сейчас век информационных технологий, это объявление везде сплошь и рядом. То есть люди обманываются, просто переходя по ссылке и не видя другими в ходе переписки, им предоставляют какие-то сведения, они перечисляют какие-то денежные страны, какие-то банковские карты. Настолько это все закрутилось на сегодняшний день, что это очень тяжело и отследить, и найти. Если есть какие-то юридические организации, которые зарекомендовали себя конкретно в этом направлении, то, конечно, естественно, можно к ним обращаться. А если это какое-то объявление в Инстаграме, непонятно от кого, это тоже не факт, что помогут. Я поправлю, есть, да, Инстаграм, мы все смотрим, мы-то знаем, что вы юридическая организация. Нет, с этим вопросов нет, я более того хотел добавить, буквально недавно был инцидент, когда нам звонят люди, говорят, вот мы к вам обратились, а почему нам юрист не звонит? Я говорю, куда вы обратились? Вот опять. Смотрим по данным, база-то есть, смотрим, такого человека у нас нет и не обращался даже за консультацией. Вы хотите сказать, что от вашего имени от Филиппа Киркорова запасные концерты делали? Да, пожалуйста, вот опять прецедент, да, мошенники, используя юридическую организацию, которая себя зарекомендовала, создали дубликат либо страницы в Инстаграме, либо в какой-либо другой социальной сети, создали дубликат с изменением там в один символ, и простой обыватель, переходя по этой ссылке или по этой странице, просто не замечает этого. Он думает, что общается с юристом, с квалифицированным по этому вопросу, а на другой стороне сидит мошенник, который говорит, вот денежные средства переводите на эту банковскую карту. Или еще проще, дает какую-то ссылку, где он заполняет свои реквизиты, и все деньги, которые у него есть, списываются. Понимаете? И опять они приходят к нам с заявлениями, и опять нам приходится это все устала. Вот Зульфа Качиева. Спасибо большое. Зульфа Качиева из Черкесска спрашивает. Брала кредит в сельскохозяйственном банке под 23,5% на самоизоляцию в связи с возрастом не работаю. Почему такой большой процент в такое сложное время? Мне всю пенсию удерживает. Что можно сделать? Нельзя ли уменьшить процент в связи с пандемией и потерей работы? Вообще в адрес банковской сферы люди очень часто жалуются, что большие проценты, хотя в Карачаево-Черкесии можно и по 2,5% брать, или финансирование под 8,8% делать. Давайте на этот вопрос ответим после рекламы. В жизни бывает так непросто. Встретить несокрушимого. И непробиваемого. Человека-каменную стену. Человека-глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. С 7 по 10 апреля. Выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке ЮМИЦ. Краснодар, Конгрессный 1, Экспоград Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду ЮМИЦ на сайте ЮМИЦ.ру. Грандиозное шоу династии Багдасаровых в Кисловодском цирке с 13 марта. Биберлэнд. Миру сыр. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте Минбанк.ру. Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Горячая Лина» телеканал «Россия-1». Мы работаем в прямом эфире. Наша редакторская группа принимает звонки. Вот их сейчас показывают по телевизору и телефоны на экранах. И звоните, задавайте вопросы. Давайте ответим на вопрос Качиевой Зульфы. Первый блок ее вопросов. Почему такие большие проценты? Может, она не знает, что бывают маленькие? Вы знаете, почему такие большие проценты? Как в начале программы уже сказал, есть скоринговый балл. В этот скоринговый балл входит очень много разных факторов. Грубо говоря, это образ жизни самого человека. Как он пользуется, грубо говоря, банковскими картами. Больше расплачивается по терминалу. Или снимает там наличные средства. И при подаче заявки рассматривается вот этот скоринговый балл. И, соответственно, формируется уже процентная ставка в зависимости от этого скорингового балла. И, как уже ты сказал, Руслан, но, соответственно, есть люди, которые получали кредиты по 2,5%. У которых с этим скоринговым баллом было бы все хорошо. А вот скажите, пожалуйста, что нужно сделать, каким человеком быть, ангелом с крыльями или что, чтобы прийти в банк по 2,5% дать? Получить, точнее, кредиты? Ну, ангелом быть, это очень громко сказано. Необходимо, ну, если вы ранее брали кредиты, своевременно все выплачивать. Также должен быть у вас доход официальный. Соответственно, не должно быть каких-либо задолженностей. Также на это влияет, если у вас имущество оформленное, там, недвижимость. То есть, имеете ли вы загранпаспорт, путешествуете. Как я уже сказал, это, ну, просто образ жизни человека. То есть, получается, банк может делать ставку еще, посмотрев, на что я трачу деньги, на доширак или лобстеров? Конечно. То есть, мы пришли к выводу о том, что банки заглядывают к нам в тарелки. Да. Спасибо. Ну, Николай Петрович, скажите, пожалуйста, можно ли вот рефинансироваться? Да, конечно. Каждый банк сейчас борется за качественного клиента. Найти качественного клиента сейчас на улице довольно сложно. Почему с улицы клиент может быть для банка проблемный? Вот здесь где-то в начале разговора говорили о том, что взял кредитную карту, где-то просрочка, купил телефон, не заплатил вовремя или вообще перестал платить. И считают, что это мелочи жизни. Потом, когда приходит какая-то серьезная ситуация жизненная, взять большой кредит, банк отказывает. Когда речь идет о рефинансировании, это уже кредит, который выдал какой-то банк. Значит, и я понимаю, что в том банке клиента проверили, я понимаю, что там есть доход, там клиент платит. Я начинаю понижать ставку. Например, в нашем банке сейчас рефинансирование кредитов проходит по ставке от 5,9% до 8,8%. Банку интереснее взять клиента, привлечь с другого банка, потому что он качественный, и мы даем меньшую ставку. Давайте проанализируем информацию, полученную от Качиевой. Вот она получила по 23,5%. Если, видимо, она получила под такой высокий процент, значит, у нее скоринговый балл очень низкий. То есть она смогла кредит взять там, где ей кое-как впарили под такие большие проценты. Потом, во время пандемии, в связи с возрастом, она была на самоизоляции, не работала, естественно, у нее просрочки. И сейчас у нее пенсию удерживает, скорее всего, уже и суд был, и судебный пристав удерживает пенсию. Она может надеяться на рефинансирование уже с испорченной кредитной историей, которая изначально была не ахти? Смотрите, в каждом банке есть служба, которая разрабатывает внутреннюю кредитную политику. То, что слышу я, скорее всего, ни один банк ее не возьмет сейчас. А то, что 23%, скорее всего, ну, я даже в банках сейчас не слышу такой процент, наверное, это все-таки какая-то была микрокредитная организация. Ну, потому что даже в начале пандемии самый дорогой кредит был 12-15%. Да, да, это очень дорого сейчас. Вот, а теперь скажите, пожалуйста, часто ли люди идут на рефинансирование? Удается ли им это делать? Рефинансирование? На самом деле, рефинансирование очень интересная вещь. Даже по своему банку я наблюдаю следующее. К нам пришли на рефинансирование. Побыли какое-то время, например, полгода. Другой банк дает меньшую ставку. Люди уходят в другой банк. И это для клиента это правильно. Когда мы рефинансируем кредит у клиента, или уменьшается сумма платежа при определенном сроке, или мы уменьшаем длительность погашения, то есть сокращаем срок с 5 лет до 4. То есть, получается, если сейчас вам предлагают кредиты при финансировании с страхованием, там, 8-9% без страховки, 10-11%, если выше процентов, то не надо вообще подходить к этим кредитам. Еще раз, не понял. Если процентные ставки, не застрахованного кредита, больше 12%, а застрахованного больше 9%, то, получается, лучше не брать эти кредиты. Ну да, конечно. Вот, теперь Татьяна Терентьева из Черкеска спрашивает. Неделю назад умер муж, я нашла кредитную карту на его имя, но он ей никогда не пользовался. Мне 60 лет, пенсия 12 тысяч. Что мне делать? Обязан ли я его выплачивать? Ну, что касается данного случая, если она вступает в наследство, то, что имелась у супруга недвижимость, недвижимость, автомобиль, еще что-то, также все долги переходят в супруги. Если она не будет вступать в наследство, то, соответственно, тут уже никто никому ничего не должен. Это уже будет зависеть от нее. Также, ну, что касается, вот достаточно живой пример, при оформлении кредитов банк предлагает страхование того же кредита. И при страховании даже дает меньшую ставку. И, соответственно, думаю, стоит задуматься, когда оформляется кредит, оформлять страховку или нет. Просто многие люди очень негативно относятся к страхованию, будто думают, что банки отманывают. Но в данной ситуации, в принципе, вот это вот страхование этой женщине помогло бы. Можно я добавлю? Давайте. К данному вопросу. Нет, к сожалению, страхование не помогает. Максимум оно покрывает 400. Самое максимум, что я видел, это 700 тысяч рублей, при кредите 1,5 миллиона рублей. Если человек жив? Нет, если человек умирает. Вот человеку застраховали жизнь и здоровье, человек умер, родственники идут в надежде, что страховка же была, мы заплатили там 100-150 тысяч. Но может, тоже это от банков зависит, потому что некоторые же банки опасаются и предлагают большую страховку. При этом это достаточно известные банки. И более того, вот буквально сегодня я о чем и говорил, хотел сказать, получилось так, ситуация следующая. У женщины умер супруг, у него был кредит на 1 миллион рублей. Ну, 1 миллион он получил, открыли там свой магазинчик, начали его развивать. К сожалению, получилось так, то что этот мужчина умер. Его супруга до сих пор не вступила в наследство, но идет открыто наследственное дело, все у нотариуса, все официально. Звонит мне эта женщина, она вся в слезах, родственники говорят и подтверждают, они мне скидывали, кстати, вот справки, то, что вызвали скорую, у нее прединсультное состояние. Я думаю, ну, кто мог человека до такого довести? Сотрудник банка, сотрудник Сбербанка довел женщину до такого состояния. То есть у человека умер супруг, единственный кормилец в семье. Я думаю, она была бы намного сильнее их Рада, в случае, если бы он был жив, я оплачивал этот кредит и просто жил. Но, к сожалению, сейчас многие банки переходят за рамки дозволенного и начинают обращаться с клиентами, вместо того, чтобы идти к ним навстречу, давать реструктуризацию, банковские каникулы, или хотя бы подождать, пока человек вступит в наследство, они вместо этого начинают давить. Давить так, то, что похлеще всяких коллекторов. И уже приходится писать жалобы не на коллекторов судебных приставов, а на сотрудников банка и разбираться с ними. Ну вот что делать, допустим, в той же ситуации, когда банкротится? В данной ситуации, если карточкой не пользовались, разрезать ее и выкинуть. Все, ею не пользоваться. Если получилось так, что родственник умер, есть наследство, автомобиль, дом, человек вступает в наследство, естественно, все долги наследуются. В данном случае, просто если до момента вступления в наследство начинают звонить банки, коллекторы и так далее. Обращаться к ним? Обращаться к ним. Потому что человек, этот долг, это еще не человека, это просто висит в воздухе. Человек же еще не вступил в наследство. А когда человек уже вступил в наследство, тут только два выхода. Или банкротится, или оплачивает. Вот очень много вопросов поступает по списанию оплат по услугам ЖКХ. Вот Марат Абутаев, сучки Кена, говорит, у меня кредитов нету, потому что никто не дает. Но есть долги за газ и за прочие коммунальные услуги. Как вообще это списывается? И это реально ли? И не обман ли? Нет, это действительно реально. По банкротству списываются практически все долги, которые имеются, помимо судебных. И это абсолютно реально. Если у него действительно большая задолженность, то ему нужно обращаться и банкротиться, если у него нет возможности оплачивать опять-таки. Руслан, еще вот все-таки хочу свой комментарий дать к вопросу по страховым компаниям. Каждый банк имеет партнера страховую компанию. Был пример. Полтора миллиона, 700 тысяч выплатили. В действительности нужно просто смотреть в договор, когда банк распечатывает, ну, консультация, наверное, фронт линии менеджера, если в страховой компании страховая компания говорит 100% погашение, то будет 100%. Если говорит 50%, 50%. Здесь нужно просто смотреть условия страховой компании. И получается, когда, простите, то есть получается, когда я прихожу к кредитным менеджеру и прежде чем подписываю договор, сказать, если я умру, что будет? Конкретно задать вопрос. На самом деле... Потому что вчитываться не каждый вчитывает. На самом деле, если в рест видит, что там написано 100%, он как юрист скажет, ребята, 100% мы сейчас в суд обратимся и вам уплатят все 100%. Но если там написано 50%, тогда юрист ничего не скажет. К сожалению, я с этим полностью с вами согласен. То, что человек, естественно, он должен вчитываться в каждое слово, особенно в документы, которые предоставляет банк. Получается как? Очень многие пользуются тем, то, что я не спорю, банк может быть хороший, с достаточно громким именем, но вы же не можете за всеми своими сотрудниками проследить. Ну, давайте будем честны и откровенны. И когда сотрудник говорит, женщина, да, там, женщина, мужчина, разницы нету, никто не приходит от хорошей жизни получить кредит. Если у него все хорошо, он не идет в банк за кредитом. И когда он приходит, вынужденно в банк получить данный кредит, а сотрудник ему говорит, подпиши вот страховку, без этого мы тебе не выплатим. Словик говорит, хорошо, а что это за страховка? Ты подписывай, там все нормально, все случаи учтены. Ну, человек, извините, разницы никакой нету с высокогорного аула или же здесь, с черкесской. Если он до этого с этим не сталкивался, допустим, он по профессии учитель химии, он же не знает, что там в этом договоре написано и как это все описывается. Некоторые договора, особенно страховых, я лично сам сижу, вникаю в один договор два дня, что там написано, разбирая каждое слово и каждую формулировку, потому что там все так завуалированно бывает, что... Расул, вот вы сказали реплику, что люди вынуждены брать кредиты. Скажите, пожалуйста, даже по вашим клиентам, какие они жизненные истории или сказки рассказывают, для чего они брали кредитов? Например, та же Министра из Карачаевска взяла миллион рублей, чтобы неудачно выдать дочь замуж. И сейчас она страдает, у нее все деньги уходят на погашение кредита, и она уже год не платит, есть штрафы, пение и так далее. Для чего люди берут? И получается, если бы они брали бы на лечение, это еще можно понять, но на лечение у нас благотворительная организация в Карачаево-Черкесе хорошо собирают деньги, сотни миллионов рублей, и на прошлых неделях показала наша республика, что мы не только для детей Карачаево-Черкесии, для Шкабарина-Балкарии собираем, а во всех остальных случаях вот эти слезы, насколько они уместны? Слезы, Руслан, бывают достаточно уместными, к сожалению, и основания достаточно вескими. Ну какие? Расскажите людям. У кого-то протекает крыша, кто-то хочет открыть свое частное подсобное хозяйство, кто-то хочет открыть магазин для развития, у кого-то случилось горе в семье. Элементарно, та же свадьба, к сожалению, на сегодняшний день, нет, это счастье, радость, но на сегодняшний день, к сожалению, наш менталитет обязывает, если свадьба, то только пышная, то только на миллионы и так далее, и тому подобное. На моей памяти, вроде бы пытались с этим бороться, но так и не справились. Люди не понимают сами иногда, их толкает паровоз мнения общественного. Курман Шавтиков с Черкесской спрашивает, я пенсионер-инвалид второй группы, в Сбербанке взял кредит, чтобы поменять батареи, по кредитам выплачиваю 11 тысяч в месяц, мне трудно приходится, возможно ли что-то сделать, чтобы выплачивать ежемесячно? Возможно, в вашем банке, допустим, инвалидов второй группы можно рефинансировать, если хорошая кредитная история? Рефинансировать можно любому человеку, любой кредит. Все зависит от того, есть ли у него доход, и в данном случае, вот конкретно по инвалиду сейчас ответить не могу. То есть брал, не был инвалидом, сейчас инвалид. Но вы можете пригласить его на личную встречу? Да, конечно, пригласить, здесь, наверное, надо разобрать, если брал, не был инвалидом, сейчас инвалид, это уже детали, которые нужно в офисе ответить. Это уже нужно посмотреть, и если, допустим, его кредит был застрахован, и по страховке покрыть часть кредита. Вот как раз, Руслан, тот вопрос, нужно страхование или нет? То есть в данном случае люди не хотят страховаться? Да, потому что негатив идет, говорят, что, цитирую, банки оборзели, они впаривают страховки, чтобы дополнительно заработать деньги. Банк страхует себя и страхует клиента. На самом деле, страхование вещь полезная. В моем понимании. Я лучше переплачу за что-то, за любое страхование. Поехал я там отдыхать, полетел ли я на самолете. Но если какое-то ЧП, значит, я застрахован. Вот Азрит Джукаев с Карачаевска говорит, банки вообще обнаглели своими процентами, и навстречу не идут из-за пандемии. Вот, например, в Эмиратах три раза уже людям простили кредиты, а у нас этого все не делают. Наглость высшей степени. вообще возможно ли? Ну, вообще, смотрите, Эмираты там и по населению, да, меньше, чем Россия. Они за это зажиточные люди, не то, что мы. И вообще, я вам так скажу, у них мировоззрение совершенно другое. То есть, они кредиты не берут под проценты. Потому что это грешно. Потому что это грешно. У них считается это как бы не халяльный, как сейчас это модно сейчас говорить, да. Так что, в принципе, совершенно другие, разные страны. То есть, вы считаете, информация от Азриета, которую он вас читал в интернете, это фейк-ньюс? Совершенно верно. Я полностью не согласен. К сожалению, я вас немножечко исправлю. А ну, назовите страны, где списывают кредиты. Может, туда побежим. Халяльный или шрамный, это не бывает, модно или не модно. Это или есть, или нет. А все, что касаемо Арабских Эмират, там достаточно частое явление. Не то, что три раза, там достаточно частое явление. Во-первых, да, действительно, у них кредиты беспроцентные. Совершенно верно. Второй момент, у них имеются достаточно хорошие люди, добрые, те же самые шейхи, которые могут утром проснуться и решить то, что он хочет помочь людям и оплатить их кредиты. Но чтобы шейхи тебя оплатил, ты должен быть гражданином Эмиратов. А гражданином Эмиратов невозможно стать. Нет, опять-таки, сейчас, с 2021 года будут рассматривать талантливых людей. Если человек соответствует, то его будут давать гражданство. Что касаемо именно самих банков, то это тоже у них достаточно частое явление. Если человек не в состоянии выплачивать, банк и сам очень часто просто списывает кредит. В России, кстати, тоже рассматривалась в конце 2020 года кредитная амнистия, точно так же, как было ранее. Вы согласитесь, что это был популизм? Нет, почему? Потому что, если кредитную амнистию провести, то экономика рухнет. Не рухнет, почему? А вот давайте рассказывать о справедливости. Насколько справедливо? Вот я, он, все они выплачивают кредиты. Некоторые товарищи решили брать кредит и не выплачивать. Им прощают, а мы уже все выплатили. Где справедливость? Ну, здесь же дело не в справедливости, если у человека нет возможности выплачивать. Вот он брал для развития бизнеса, ударила пандемия, все закрыли. Он ушел в бизнес. Нет, чтобы развивать бизнес, сначала надо хотя бы в экономике чуть разбираться. В экономике, Руслан, кто ожидал? Кто ожидал пандемию ту же самую? Никто же. Те же самые люди. Все они, вот большинство людей, которые к нам обращаются, они со слезами на глазах приходят. Я не понимаю, почему они плачут. Вот я искренне не могу понять. Ты, по идее, должен радоваться. Мы сейчас тебе кредит будем списывать. Он сидит, плачет. Почему? Я никогда в жизни никого не обманывал. Сейчас люди чувствуют за собой вину какую-то перед государством, хотя у них этой вины нет. В законе четко, ясно прописано. Не надо ждать. Если гражданин понимает, что он не в состоянии оплачивать тот или иной долг, он обязан, и именно прописано, обязан обратиться за процедурой банкротства. Бывает даже такое, что арбитражный суд... Может быть, это и есть такая законная форма амнистии, но не всем подряд амнистировать? Ну, хотели, рассматривали, но потом не знаю. На моей практике бывало даже такое, в Ставропольском крае, благо здесь еще не было, что арбитражный суд штрафовал гражданина, который пришел за банкротством, за счет того, что он затянул на полтора или два года. На 15 тысяч рублей. Ну, вот вы говорите, что в Эмиратах шейхи списывают долги, хотя там кредиты никто не берет, потому что процентов там нет. Какие еще страны вы назовете? Потому что очень много. И Турцию называют, особенно во время пандемии много было. В Турции во время пандемии полностью были банковские каникулы. В России тоже они были? В России не было. В России то, что говорили, обращать... У нас работало... Я вас перебью, извините, пожалуйста. В России первыми, кто открыли горячую линию еще до создания ЦУРов и так далее для хотя бы моральной помощи гражданам, это были мы. Инициатором этого всего был я. И мы обращались к банкам, ко всем. Многим, 90% отказывали. Совершенно не согласен. Просили какие-то справки. Звонишь за эти справки и говорят, нет, приходи лично. А как человек может прийти лично человеку за 65 лет, как он выйдет на улицу, идет тотальная борьба с коронавирусом? Я вас умоляю. Совершенно нет. Это очень редко. 65-летние сидели дома, в основном гуляли по похоронам и свадьбам. Слав, можно я отвечу? Можно я отвечу? Пожалуйста. У нас в банке я вам так скажу, что и была и реструктуризация, и на полгода, и продлевалось это все. Просто от клиента требовалась только справка о том, что на данный момент у него доход или понизился, или он на данный момент не работает. Или же, я вам так скажу, просто присылали нам по электронной почте, мы это все делали. Ваш банк, это какой банк? Государственный. Государственный. Большой и мощный. Хорошо, следующий вопрос. А в процентном соотношении? Вот 100 человек позвонили вам за банковскими каникулами, сколько процентов вы им скольким процентом отдал? Мы всем сделали. Всем? Всем. А почему вы не говорите, какой банк? Государственный банк. Вот, теперь давайте, давайте, если развеем мифы, многие по поводу списания кредитов, многие во время пандемии рассчитывали, что амнистия будет списывать, будет начинать иностранных государств приводить примеры. Вот вообще, может быть, вы в своих банковских кругах слышали, списывают за границей с кредит или нет? Первый раз такое слышу. Честно сказать, я тоже никогда не слышал. допустим, даже приведя пример, ну, мы живем в социальном государстве, и государство помогает, выплачивая, вот, допустим, если у человека доход не позволяет оплачивать те же коммунальные услуги, то можно оформить субсидию. В Карачао-Черкесии более трех тысяч семей уже получает данную субсидию, могли бы получать еще больше людей, либо они про это не знают, либо они ленятся собирать какие-то справки. Вот приводя в пример, также, ну, если человек не работает, он становится на учет в центре занятости, ну, государство хоть что-то выплачивает. Вот в Швейцарии, возьмем, Европа, да, достаточно страна хорошо живет там, в принципе, развита. если дам, человек не работает, гражданин Швейцарии, становится на учет в центре занятости, грубо говоря, ну, год где-то посидел дома, нашел работу, начал работать. После того, как он устроился на работу, он обязан вернуть до последнего франка государству, которое выплачивало на тот период, когда он не работал. Я вас, вот если брать, например, Европу, вы откройте, почитайте, например, про ту же самую Германию, где по безработице высчитывается, сколько нужно затрачивать на членов, на каждого члена семьи, на одежду, обязательно в месяц дважды сходить в ресторан, но обязательное условие эти деньги потратить. Но суть не в этом. Я же не говорю, что государство не помогает. Нет, ни в коем случае государство максимум своих усилий приложило, потому что пандемия была неожиданной. И государство, я вас перебью, государство приложило максимум своих усилий, чтобы помочь гражданам. Но многие не могли этим воспользоваться, потому что кто-то боялся заразиться. Не лень, не лень двигает. Особенно населением Карачаева, Черкесии ни в коем случае никогда, грубо говоря, чтобы воспользоваться такими конфетами и пряниками от государства, никогда ни у одного жителя Карачаева, Черкесии из-за лени он не останется в стороне. Но я лично с таким не сталкивался. Но давайте будем честны и откровенны. Просто люди многие, кто болел, у кого дома были заболевшие, кто не мог дозвониться в МФЦ, кто не мог дозвониться до центра занятости, сколько всего было. Я сам выезжал, приезжал, но не было. На сегодняшний день практически все операции можно выполнять через госуслуги. А как человек живет, у него нету не то, что госуслуг, у него нету сенсорного телефона, он пользуется фонариком. Я вас умоляю, когда летом давали детские пособия по 10 тысяч рублей, половина страны купила сенсорные телефоны. Сейчас госуслуги это такая же необходимость для человека как утром чистить зубы. Но многие не чистят. И тут получается речь идет не о том, что там государство не помогало, а то, что люди сравнивают где-то там, в той стране так, мы живем в этой стране и на мой взгляд там государство как может помогать своим гражданам. Руслан, опять-таки повторю, я не говорю то, что государство не помогает. Государство прикладывает максимум своих усилий. Но опять-таки давайте не будем забывать про человеческий фактор. Да, человеческий фактор не забываем. Почему они начинают сравнивать с другими государствами? Вот в чем вопрос. Сколько людей мы с вами можем выйти и спросить у каждого встречного, смог ли он дозвониться до МФЦ? не до МФЦ дозваниваться не надо до пандемии. Давайте возьмем 20-й год и исключим. Около 5000 семей Карачао-Черкесии не оформляют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а жалуются, что им денег на газ, свет, воду не хватает и становятся вашими клиентами. Вот об этом речь идет. И при этом я не оформляю субсидии, читаю в интернете сказки, как там списывают долги, шейхи списывают кредиты, в Германии как хорошо живется. Давайте вернемся на нашу грешную землю, давайте уже закроем тему иностранного государства. Вы что-то хотели сказать? Я хотел сказать про списание кредитов банкам. Вот что такое банк? Банк – коммерческая организация. Мы покупаем деньги у бабушки, которая приходит, приносит свою пенсию и говорит, возьмите, пожалуйста, и мы говорим, мы у вас возьмем эти деньги под 4-5%. Другим клиентам мы выдали 7, 8, 10, 12% под кредиты. Что значит забыть выданный кредит? Это значит не выдать полученные от бабушки деньги. Вы понимаете, да? То есть, получается, если я хочу, чтобы списали мой кредит, я, получается, хочу обмануть бабушку. Да, то есть, я бабушке должен сказать, что... Бабушка, давай, до свидания. Да, бабушка, до свидания. Ну, так же получается, когда списывают долги по ЖКХ, да, соответственно, ну, сами понимаете, да, замена электросетей, газопроводов, там, трубопроводов, это все закладывается деньги. Соответственно, необходимо выплачивать заработную плату сотрудникам, которые это делают. Допустим, вы кому-то списали, да, а почему он списал, и следом соберутся очереди, я тоже не буду платить, я тоже могу обанкротиться и не выплачивать. В данном случае страдают добропорядочные плательщики. Соответственно, из этой категории больше всего пенсионеры, которые своевременно оплачивают все услуги и не хотят иметь долги. Вопрос к вам, к банковской стороне, вот к вам троим, при всем моем уважении. Человек взял кредит, ехал на машине, разбился на машине, не дай бог. Кредит, я ничего не говорю, я про ЖКХ. Нет, я сейчас задам свой вопрос. Нет, давайте, можно вопрос задать, насколько ваша деятельность конструктивна, деструктивна, когда вы людям помогаете списывать услуги по жилищно-коммунальным услугам, то есть долги по жилищно-коммунальным услугам, они вместо того, чтобы оформить субсидии, сделали долги, вы их списываете. А кто будет менять газ, свет, воду, трубопроводы, электрические сети? И ведь, извините меня, те долги, которые вы списываете, закладываются всем нам, и мы платим по свету, газу и воду за ваших клиентов. Есть справедливость? Вот скажите, пожалуйста. Справедливость, она, конечно же, есть, Руслан. В чем? По отношению ко мне справедливости нету. Справедливость заключается в том, что если человек не в состоянии платить, что ему делать? Копить эти долги, чтобы они просто... И субсидию оформлять. Ну вот не положено человеку это субсидия. Положено. Или не помогает она ему? Что ему делать? Ну тогда продавай свой дом, где полтора тысяч квадратных метров, переезжай в двухкомнатную квартиру. И живи, как извините меня, француз или немец? Я думаю, те, у кого полторы тысячи квадрат дома, они не идут за банкротством. Идут, идут. И не платят за газ в том числе. Есть целые кварталы. Руслан. И адресовать им. Процедура банкротства физлица на самом деле несет юридические последствия. Во-первых, последствия, которые прописаны в законе, а во-вторых, последствия, которые в законе не прописаны. Но придет ко мне на трудоустройство человек, который скажет, я банкрот и хочу работать в вас в банке. В законе нигде не прописано, что я не должен его взять. Но для меня сразу такой момент. Если человек не просчитал свою собственную личную жизнь, не просчитал какие-то действия, он будет работать в моей организации, точно так же он будет ошибаться и у меня. Вот в законе не прописано, то есть здесь нет никаких. Понимаете, про что я говорю? Я вам скажу так, если вы кого-нибудь не возьмете на работу на основании того, что этот человек проходил процедуру банкротства физического лица, лично я приду вас заслуживать. Потому что вы не имеете права. Смотрите, Руслан, я же как раз и говорю, в законе не прописано и абсолютно не буду озвучивать какие-то моменты, что я не беру по этому основанию. То есть национальный, религиозный признак, то есть это банкротство. Вот смотрите, если закон, вот я вас перебью, Руслан, извиняюсь, на сегодняшний день я начал задавать вопрос, просто чтобы закончить свою мысль, я повторю свой вопрос. Вот человек у вас закредитовался, получилось так, что он ехал, ну не дай бог, попал в аварию, стал инвалидом, разницы никакой нету, что с ним случилось, почему он не может платить, но он не в состоянии платить. Что ему делать, кроме банкротства? Вопрос к вам троим. Я отвечу, есть исключительные варианты, я тут не оспариваю, да, конечно, это его право, да может пойти обанкротиться, но есть люди, которые целенаправленно могут взять и подавать потом на банкротство. Также, что касается ЖКХ, да, но в жизни может сложиться по-разному, и они могут задолжать. Я их вообще не оспариваю, а это не будет идти массово, вот увидят, вот он списал, следующий тоже скажет, я тоже не буду платить, потом спешу. Про это я сейчас вернусь к этому. Бывает, знаете, как часто мы сталкиваемся, вот человек приходит, мы тоже не бежим сразу за ручку за банкротством физического лица, нет, мы естественно рассматриваем, подходит, не подходит, целенаправленно это банкротство или нет, если это целенаправленно, это уже их работа, а не моя явно. Получается как, когда вот обращаешься в банк и говоришь элементарно, по-человечески, вот просто берешь и звонишь, говоришь, человек обращается, ему бы банковские каникулы или рефинансирование, или реструктуризацию. Многие банки, я не говорю за все, я не говорю всегда, в большинстве случаев идет отказ. А когда уже заходишь в суд, когда начинаются арбитражные процессы, когда банк понимает то, что полностью уже суд на стороне человека, банки в первую очередь начинают предлагать и реструктуризацию, и рефинансирование, и банковские каникулы. Нет, мы тут, знаете, в кашу все внесли, отдельно давайте по кредитам, отдельно по ЖКХ. Вот насколько справедливо, вы не сказали, вот вы деструктивно или конструктивно действуете по отношению к системе жилищно-коммунального хозяйства? Конечно же, деструктивно полностью. То есть, если мы переплачиваем по тарифам, то это хорошо. Так вот, Раиса, сейчас перейдем, очень много интересных вопросов поступило, прежде чем идти на рекламу, зачитаю вопрос от Раисы Павловны с Жигуты. У меня погиб сын, виновата женщина. По суду она должна была выплатить мне 300 тысяч рублей морального ущерба, но мне ничего не выплатили. Недавно она умерла. Что делать? Должны ли платить ее родственники или нет? Куда мне обращаться? Давайте ответить на этот вопрос после рекламы. Весна будет чудесной с Московским Индустриальным Банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский Индустриальный Банк. Он хорош собой. Его черты высечены самой природой. Оврожденные величие, стойкость и благородство. Ценность в любом городе и на все времена. Диван Ричард. Сердце вашей элегантной обстановки. Ангажемент. Город Чуркеск. Улица Октябрьская, 392. Классика жилых кварталов. С 7 по 10 апреля Выберите мебель, предметы интерьера, материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства на выставке ЮМИЦ. Краснодар, Конгрессный 1, Экспоград, Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду ЮМИЦ на сайте юмитс.ру Внимание! Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Биберлэнд. Миру сыр. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого и непробиваемого человека каменную стену, человека глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Срочно продается офисно-гостинично-развлекательный комплекс в городе Новоалександровск Ставропольского края. Гостиница, ресторан, бильярд, летнее кафе, теплица, две автомойки и банный комплекс. Это горячая лень на телеканале «Россия-1». Мы работаем в прямом эфире. Вот, Расул, ответьте, пожалуйста, Раисе, а что ей делать, откуда взыскать деньги, если должница умерла? Если должница умерла и нету наследников, то, к сожалению, никак. Если есть кто-то среди наследников и кто вступил в наследство, то уже с наследников взыскивают. Вот мы практически больше половины программы поговорили о том, как списать долги ЖКХ, но все-таки есть очень много порядочных жителей Карачаева-Черкесии, которые не собираются ни банкротиться, ни кидать банки, и они спрашивают, как получить дешевые кредиты, большие суммы. Нет, Руслан, я тут вас перебью. Тот, кто банкротится, это не считается недобросовестным. Это как раз-таки человек, который следует буквы закона. что банкротам быть не стыдно, и даже приводите в пример Дональда Трампа, который четыре раза банкротился. Это абсолютно закон. Закон, если тебя обязывает, почему ты не должен этим пользоваться, если у тебя нет возможности. А те, кто преднамеренно, ну, тут уже вопросов нет, но мы их не берем. Это не наши клиенты. Они идут дальше. А вот, кстати, по преднамеренности тоже вопрос будет. Магомед Каракетович преградно спрашивает, вот у него очень умный вопрос про искусственный интеллект. Он говорит, если от девочек в банке, которые работают, ничего не зависит при получении кредита. И вот, говорят, что даже по тому, что я ем в тарелке, банк делает выводы. Вообще, насколько искусственный интеллект сейчас пробрался в банковскую систему, и по каким еще параметрам определяют, давать кредит, не давать кредит. Повторяюсь, уже немного эту тему мы обсудили. Факторов разных очень много. Соответственно, есть определенные условия, под которые надо соответствовать. Даже при соблюдении этих условий, как уже сказали, вот скоринговый балл, от чего зависит сумма кредита? От дохода. Чем выше доход, соответственно, чем больше сумма и будет. Чем, ну, ставка зависит от скорингового балла. Чем выше, опять-таки, скоринговый балл, тем ниже будет процентная ставка. То есть, получается, от того, какие товары, услуги я покупаю, в том числе, искусственный интеллект тоже считывает. То есть, не человек на калькуляторе сидит? Да, конечно, информация передается. Допустим, у него есть карточка, по которой он получает заработную плату. Он, соответственно, может оплачивать этой картой. Эта информация вся передается. Ну вот, зрителям тоже дадим такой полезный совет. Если вы в интернете сидите и набираете, как кинуть банк, как банкротиться и так далее, то тоже на скоринговом балле сказывается. И, естественно, он будет снижаться. И банк уже будет чувствовать о том, что вы какой-то там махинации пытаетесь совершить. Ну вот, сегодня у нас очень интересная новость есть от Ирины Пхешева, которая скажет об искусственном интеллекте. Недавно, например, одного преступника поймали, которого 20 лет искали. Он сам спалился в Инстаграме. Ну, расскажите, пожалуйста, эту историю, потому что она очень важна тоже при получении кредитов. Ну, здесь опять-таки идет речь об искусственном интеллекте, о тех развитии технологий, которые происходят с каждым днем, не по дням, а по часам технологии развиваются, внедряются в деятельность в том числе правоохранительных служб. В принципе, искусственный интеллект впервые, вот именно в системе правоохранительных органов, он внедрялся в Китай в 2019 году, был внедрен и посредством искусственного интеллекта ловили, да, скажем так, простым языком. Биометрии. Да, по биометрии ловили людей, соответственно, устанавливали тех лиц, которые подозревались, которые находились в розыске, которых иным путем никак, наверное, выявить было невозможно, но их устанавливали вот посредством использования искусственного интеллекта. Касаемо вот недавнего примера, буквально на днях задержали лицо, которое 21 год назад он участвовал в бандформированиях на территории одной из республик Северного Кавказа. Мы знаем прекрасно, какая была оперативная обстановка в те времена, да, в начале 90-х, какие были сложности на тот момент, какие были действительно бандформирования, и какую угрозу они несли обществу и той ситуации общественной. Так вот, 21 год назад совершил преступление, участвовал в нем, был одним из участников, и буквально на днях его как раз благодаря деятельности этого искусственного интеллекта, благодаря внедрению постепенному, его задержали. Вменили ему ряд статей, в том числе участие, как я уже говорю, о бандформировании, это нападение на сотрудников и еще ряд других статей. Но здесь что интересно, то есть этот человек полностью сменил образ жизни, этот человек полностью визуально, внешне совершенно поменялся, но тем не менее его выдали, все мы прекрасно знаем, значимость глаз человека, в принципе, в жизни, так его выдали глаза. То есть инстаграм спалил. И инстаграм спалил, да, действительно, человек настолько уже чувствовал себя спокойным в этом социуме, что зарегистрировался в инстаграме, человек начал, в принципе, видимо, был творческий человек, писал стихи, выставлял свое творчество на показ, но вот так сложилось, что вот благодаря этой системе так или иначе его вычислили. Ну вот тоже один из полезных советов нашим зрителям, когда вы хотите, чтобы у вас скоринговый бал увеличился, в вашей социальной сети тоже очень сильно проверять с искусственным интеллектом. Если у вас там неадекватные фотографии и ник «Я очень злая» или еще какая-то неадекватность, естественно, искусственный интеллект считает, что вы неадекватный человек и передает информацию банкам, что такому человеку кредит выдавать нельзя. Вот наш слушатель, то есть зритель Курман, я задал вопрос и не понял ответа. Вот плачу по кредитам 11 тысяч, мне тяжело, можно ли уменьшую сумму? Уважаемый зритель, вот представители, Минбанка приглашают вас на личную встречу, они посмотрят, что у вас там с кредитами происходит, если есть возможность, вам рефинансируют и уменьшат сумму кредитов. Вот на многие банки очень большая жалоба идет, брали 123 тысячи через неделю, передумал оплатить там 280 предлагают, на процентных ставках, говорят, дурят. И скажите, пожалуйста, что в этой ситуации делать? Нужно разбираться, на основании чего банк за одну неделю начистил больше, чем в два раза. Они не имеют на это никакого права. Тут нужно смотреть, смотреть документы, смотреть договора и на основании чего. Если это незаконно, то это даже без банкротства оспаривать посуду. Не обязательно сразу бежать за банкротством, нужно смотреть каждую ситуацию индивидуально и разбирать. Вот Николай из Черкесской, старший дома по улице Международная 5, у некоторых наших жильцов есть долги по плате за ЖКХ 100 тысяч рублей. Но при этом они неплохо зарабатывают. Заявилась канализация, блох, травим, вызываем специалисты, все жильцы платят, а именно они отказываются, говорят, не будут платить и все. Как на них повлиять существуют такие законы? Или эти банкротцы им тоже? Нет. Если человек нормально зарабатывает и у него все хорошо, при всем при этом человек просто не хочет оплачивать, то это уже немножко не по-человечески получается по отношению с соседем. Все-таки произнесли это слово не по-человечески. И тут я с вами согласен, это уже недобросовестно. В последнее время вот Аубекир, он фамилию называет, говорит, что появились советы, что можно поменять фамилии имущества и прийти с новым паспортом в банк и получить кредит. Насколько это реально? Вообще менять паспорт, какие-либо махинации с документами? Да, конечно, такие прецеденты были, но хочу сказать, что от того, что не поменяли фамилии имущества, там дата рождения, даже, грубо говоря, как-то что-то делают, меняют. Но с НИЛС и ННН это невозможно изменить. Это выдается один раз в жизни. И сколько вы фамилии не меняли, эти данные остаются. Если будут забивать с НИЛС и ННН, прежние ваши данные будут выходить. И от этого ничего не меняется. То есть, с НИЛС скажет, была Марфуша, стала Канитат. И все равно это один и тот же человек. Да. Вот. Опять тоже про одни и те же банки. Тут пишут, не будем называть их товарищи, но ходят люди там, где им легко дают кредит, и потом больше всего жалоб поступают. Я пенсионер, у меня есть долги по кредитам, мне предлагали сделать банкротство. Везде на столбах висят такие объявления и хотят за эту услугу 150 тысяч рублей. Вы готовы это бесплатно сделать? Если пенсионер, то поможем. Ну, назовите тогда свои адреса, пароли, явки, куда им можно обратиться. Ну, наш рабочий номер, телефон, я даже не знаю, как это назвать, здесь или там выставят. Назовите. 8-900-89-788-69-79 это единственный наш рабочий номер телефона. Или в инстаграме, или вы можете приехать по адресу город Ставрополь, улица Дзержинского, 156, 5-й этаж, 88-й офис. Если это пенсионер, у нас достаточно часто такое бывает, то что люди, они не могут и оплачивать, и не могут они оплатить услуги юристов или саму процедуру банкротства физического лица, потому что она достаточно дорогостоящая. И если мы, мы достаточно плотно сотрудничаем с теми же самыми фондами благотворительными, и со многими, мы перепроверяем информацию, и действительно, если у человека тяжелая жизненная ситуация, и он не может, мы помогаем, это все делаем бесплатно, и даже более... Вот у нас полтора минуты осталось до эфира, Чумаева, Зимфир из Дружбы спрашивает, в 2018 году купили дом, там не было счетчика за газ, мы переехали, через два года, и нам по квадратуре насчитали 47 тысяч, но это проблема газовиков. Ну вот, сейчас судебные приставы списывают долги, у меня трое детей, правильно ли они это делают? Потому что по решению суда все равно происходит. В любом случае, приставы, я еще раз повторяю, что приставы применяют меры принятительного исполнения только в рамках исполненных документов, выдаваемых судами, либо по постановлениям, актам полномоченных органов. То есть, сам по себе пристав списать ничего не может. Либо это должно быть решение суда, либо это должно быть постановление должностного лица. Также хочу добавить, здесь очень многие люди обвиняют банки. Вот как сказали, это то, что по решению суда информация передает приставам, приставы уже передают информацию в банк, и, соответственно, банк обязан списывать. То есть, получается, если до суда дошло, то разбирайтесь судом. Так получается? Да, по сути своей. Ну, у нас вот эфир заканчивается, 30 секунд осталось. Если делать вывод, то, получается, люди настолько закредитованы, что ни одним эфиром это закончится. Поэтому в Ютубе, естественно, мы выложим сегодняшнюю нашу программу, чтобы люди понимали. Первое, не надо делать махинации с документами, чтобы не стать клиентами МВД, потому что все равно это выявится. Не надо поделать справки 2НДФЛ от простой девочки, которая в банке работает. Мало что, точнее, вообще ничего не зависит. Не надо ей даже конфеты приносить, да, и шампанское. Вот, а если идти банкротиться, то до 500 тысяч рублей можно обанкротиться бесплатно, и вы можете проконсультироваться, как это сделать. Вот, это была горячая линия телеканала «Россия-1». Мы с вами прощаемся. До новых волнущих встреч.